Ох, что-то я давненько, знаешь, не делал никакой физразминки, никакой гимнастики и чувствую, что придется совсем скоро этим заняться. Подразмяться. Да, подразмяться, потому что возраст уже, как сами понимаете, не тот. Ну, этажом прибедняется, но чтобы ты не прибеднялся, я советую пообщаться с нашим следующим гостем. А у нас в гостях сегодня Александр Лупашко, начальник управления молодежи, спорта, туризма, администрации Симферополя. Именно с ним мы сейчас обсудим, как так привести тебя в тонус, чтобы ты не говорил, что форма и возраст уже не те. Да, слушай, ну поговорим не только про это. Доброе утро. Александр Иванович, скажите, пожалуйста, вот сейчас как наш спорт развивается? Я вижу, что очень много спортивных площадок новых и появляется, открывается, что, ну, даже не беря в расчет ту, которая находится в Гагаринском парке, в принципе, во многих дворах города мы уже можем видеть ребят, которые тренируются, да? И все-таки, насколько сейчас популярны такие площадки и насколько больше их появится в ближайшем будущем? В том году по линии Министерства спорта установлено 16 площадок ГТО и по линии администрации города 6 площадок ГТО. По линии администрации города установлено еще 5 футбольных полей в том году, внутри домовых для мини-футбола. В этом году уже начали устанавливать площадки ГТО с элементами уличных тренажеров по линии Министерства спорта. Будет установлено 17 площадок в разных районах города. По линии администрации города Симферополя будет установлено 6 площадок ГТО и 2 футбольных поля для мини-футбола. Да, но это все, как я понимаю, элементы досуга, правильно? Да, для массового вида спорта. А что касается профессиональных спортсменов, какой настрой в Крыму вообще, какие успехи? Ну, успехи у нас постоянно. Сейчас начнется с осени уже сезон спортивный, где начнутся кубки России, всероссийские соревнования, отборы, отборочные соревнования в город Симферополь, в сборную города Симферополь, отборочные соревнования республиканские. Чтобы попасть на чемпионат на России, надо выиграть чемпионат Крыма. Ну, и очень много спортсменов приезжает к нам еще и с материковой части России. Опять же, такие в Алушке очень часто проходят различные разные виды спорт. Соревнования по регби, допустим, еще что-то. Вот как вот ситуация обстоит сейчас именно с приезжими спортсменами на полуостров? Едут? Спортсмены с материка едут к нам очень часто. Сейчас у нас осенью будет проходить чемпионаты первенства России по кикбоксингу. В городе Алушта будет проходить. Ну, планируется, по крайней мере, проходить в городе Алушта. Потом у нас очень много приезжает сборных федераций различных, сборных российской федерации, различных регионов приезжает к нам на сборы. Потому что у нас, во-первых, республика Крым, у нас есть все условия для подготовки сборных команд, спортивных сборных команд. По разным видам спорта? Да, у нас и горная местность, и море, и степная местность. То есть можно бегать, прыгать, плавать, все это возможно. И многие сборные ездят к нам для подготовки. Ну да, хочешь по волне ездить, хочешь на скейтборд, или вот когда не на лыжах спускается, а вот эта вот доска плата. Сноуборд. Сноуборд, да. Хочешь на сноуборде катайся. Ну вот это мы о приезжих, да? А мне вот что интересно, уже в каких дисциплинах крымчане смогли заявить о себе на материке? Вот, возможно, первенство берем в каких дисциплинах чаще? Ну у нас, во-первых, борьба, бокс, кикбоксинг, велоспорт попадает в призеры чемпионатов первенств России. Легкая атлетика, та же ребрик у нас стала на чемпионате России, вторая. Вот, у нас много. По всем фронтам? Да, по всем фронтам мы постоянно-постоянно в лидерах. Я вообще считаю, что у нас в Крыму надо развивать спорт, спортивный туризм, спортивные базы для того, чтобы готовить наши сборные для чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр. Все условия для этого есть в республике. Ну и опять же таки, есть сезонный, так скажем, туризм, а есть сезонные спортсмены, да, которые наиболее часто приезжают, либо те виды спорта, которые в зависимости от времени года становятся у нас популярными, да. И вот, может быть, какой-то вид спорта у нас таки набирает новые обороты сейчас. Опять же таки, я знаю, что вот в прошлом году, в позапрошлом очень популярными были как раз таки, был популярным Айпетри заснеженный, и там вплоть до того, что даже на санках катались. Ну, у нас хоть Крым солнечный, и у нас потихонечку уже набирают зимние виды спорта, обороты, да, у нас фигурное катание, хоккей потихонечку у нас уже там проводили в этом году, мы Южно-Федеральный и Северокавказский округ по хоккею, у нас приезжали с материка команды, наша команда заняла третье место по хоккею с шайбой. Шайбой, шайбой. Вот. И я думаю, что у нас, я же повторюсь, у нас и горная местность, и там, где есть снег, и я думаю, что зимние виды спорта у нас наберут обороты потихонечку. Спасибо вам большое. Напоминаю, что у нас в гостях был Александр Лупашко, начальник управления молодежи, спорта и туризма администрации Симферополя Республики Крым. Да, а тем временем хочу сказать, что действительно крымчане осваивают новые рубежи, но никогда не стоит забывать о том, что в свое время наши предшественники точно так же осваивали новые рубежи в борьбе за свое право бы частью истории.